Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Вот, кстати, о тайном голосовании. Все-таки тайное голосование или поименное голосование, что является более честным? Потому что сейчас, я понимаю, что все-таки маятник очнулся в другую сторону. Люди хотят знать, как проголосовал, например, каждый из депутатов и понимать, как дальше относиться, голосовать за него или за другого. Да, совершенно верно. Парламент ведет политику открытости. Все тайные голосования заменили на открытые. Индивидуальные, когда бюллетень уже подписан конкретным избирателям, депутатам, которые голосуют в последний выбор президента открытые. Ну, смешанные чувства у меня отношения к тайному голосованию. Я думаю, что не зря вывозилась система для того, чтобы при выборах, особенно в репрессивные органы, не забудем, что парламент выбирает почти всех участников, которые потом надзирают, в том числе и силовиков, от СААБа, от Бюро защиты садов, до прокуратуры генеральной. То есть, в любом случае, судей. Я считаю, что для того, чтобы сделать более независимый выбор, я бы придерживался тайного голосования. Я думаю, что и выбор президента, если были были тайные, они были бы намного острее и интереснее. То есть, я как участник тайных голосований, голосований открытых, хочу сказать, что голосование за Левица, то, что они были такие предсказуемые, бесконкурентные, они, к сожалению, как с политической интриги, политического целесообразности немножко потеряли. Если бы были тайные, то, возможно, были бы другие кандидаты, появились бы, которые участвовали бы, естественно, в политических дебатах до выборов, но выбор был бы неочевиден. — От чего зависит все-таки вот этот выбор? Что нужно, чтобы, может быть, по каким-то вопросам действительно аргументированно в основе вести тайные голосования? — Я бы меньше волнуют сейчас депутатов от оппозиции, они свободнее. Я имею в виду о калиционной дисциплине, когда загоняют в калиционный договор всех депутатов, которые подписывают, лидеры подписывают. И в рамках калиционного договора каждый депутат голосует не по совести, не по своим четким убеждениям, а так, как ему навязывает руководство раз, и калиционный договор два. Проводя как раз сейчас, ну, просматривая то, что происходит на политической арене, мы видим, что нету полного консенсуса между партнерами калиционными, споры идут по всем позициям, от зарплатных плат преподавателям до выборов руководителей Латвийского университета, выбора полиции безопасности руководителя, то мы видим, что чаще это не компромисс, это просто подавление, в том числе в коалиции, большинству меньшинства. И как раз тайное голосование дает возможность реализоваться тем депутатам, или тем представителям коалиции, которые все-таки, не в зависимости от надавленного на себя решения, продавленного, все-таки выбирают индивидуальный путь, его делают по совести, по личным взглядам, которые, по большому счету, делегированы им избирателям. Я напомню, что каждый депутат не считается перед избирателями, не перед руководством партии, как бы там ни было, так у нас есть все-таки система плюсов и минусов. И поэтому я считаю, что в данном случае необходимо дать полносуверенное право к самому депутату. Если он посчитает нужным, он может свое решение озвучить, это станет открытым, а может и оставить в тайне. Но прежде всего это касается тех депутатов, которые под давлением большинства коллекционного принимают решение. Это как бы не должно быть. Поэтому отцы с отверстыми всегда допускали, что должно быть тайное голосование. В данном случае я считаю, что это было правильнее. Но вот если говорить о конкретном вопросе, который вот сейчас будет рассматриваться, подготовленный рабочей группой СМИ законопроект, о доплате к пенсиям по возрасту и инвалидности за рабочий стаж до 31 декабря 1995 года. Вот в чем смысл этого законопроекта и что он должен дать простому человеку? Ну, я скажу, что это очень старая тема. В связи с тем, что было принято политическое решение ввести доплату за стаж, прежде всего это советский стаж, стаж до 1996 года в виде 1 евро за год, тем самым позволив в те кризисные моменты экономики и переход монетарных других инструментов, в том числе советского стажа, который нельзя сегодня интегрировать полностью в формулу расчета пенсии, дать возможность как-то выровнять эти пенсии, назначенные до 2012 года, к сегодняшней пенсии. Напомню, что как бы там ни было, все-таки средняя пенсия растет от года в году, так как все-таки больше вышли из тени, меньше конвертной системы и зарплаты растут по республике, поэтому для того, чтобы стабилизировать, немножко выровнять эту ситуацию, было принято решение, к моему, где-то в начале 2000-х, принять это решение по поводу доплаты. Настал кризис экономический, и правительство ничего умнее не придумало, как отменить политическое решение о доплатах. Я лично с коллегами подготовил и в Конституционный суд, и мы его подали, но, к сожалению, проиграли. Но в этом решении Конституционного суда было четко прописано, что эта политическая норма, которая вводилась для улучшения благосостояния населения, должна была вернуться в законодательство после выхода страны из кризиса. Сегодня у нас стабильный рост экономики, и бюджет уже почти 9 миллиардов, и я не вижу никаких какими-нибудь сдерживающих моментов для того, чтобы вернуть это политическое решение о доплате. Я заявился еще с этой поправкой, она прошла непосредственно в 12-м Сайме, но ее не успели, в связи с тем, что была очень сложная коммуникация с Министерством финансов, не успели ее принять. И она осталась как наследство 13-му парламенту. Новые коллеги пришли, так и все новое. Они очень хорошо восприлили это решение стабилизировать пенсионную систему, вернуть справедливое отношение к пенсионерам. Но потом, через 8 месяцев, появилась политическая ревность, появились политические интриги, когда новые консервативные депутаты от партии Борденса решили, что не стоит поддерживать депутатов от согласия. Все-таки есть какая-то обидование к Заридическому Думу, еще какие-то, это звучало на заседаниях, а давайте эту тему похороним. И несмотря на то, что моя рабочая группа, в которой работали общественные организации, как Федерации пенсионеров, конфедераций работодателей, другие общественные организации, подготовили идеальный законопроект по заключению Министерства благосостояния, начать с января следующего года, начать начало следующего года выплаты для тех персон, которые вышли на пенсию после 12-го года, то есть вернуть хотя бы с момента вступления закона в силу эту доплату, к сожалению, даже не поставили в повестку дня пленарного заседания, так как не было консультальной поддержки. Напомню, что я договорился с министром финансов, который действительно тоже поддержал, как бывший министр благосостояния, я не срой раз поддержал эту поправку, сказал, что если на будущем году, если мы начнем постепенно эту поправку вводить, то есть не сразу всем, а тем, кто вышел в 12-м, 13-м году, в 20-м, 21-м, 14-й, 15-й год, то он, в принципе, поддержал. Это стоило бы около 10 миллионов в первый год, потом 15-30 миллионов по годам, но в любом случае он прекрасно понимает, что здесь борьба с бедностью как раз и ярко проявилась, так как бы в среднем это выдало бы каждому пенсионеру, который попал под эту поправку порядка 27 евро, потом бы эта сумма еще бы индексировалась, в любом случае мы как бы выходили на какие-то нормальные человеческие отношения в комиссии по отношению к тем людям, которые были лишены этой доплаты. И попав в такую сложную ситуацию, я же понял, что здесь нет другой возможности, как я обратился к министру другого состояния с просьбой все-таки забрать эту поправку к себе и отказываться от авторских претензий, пускай она ее двигает в бюджетном пакете. Да, министр молодой, без опыта, но понимает, что конъюнктура складывается, или ты не создаешь новый продукт, то есть делаешь, или забираешь полную разработанную поправку со всеми аннотациями себе. Но мы договорились, что я ей передал этот документ, и она поставит его в бюджетный пакет. Насколько я понимаю, что у нее в министерстве единозущественное решение, что документом двигать, если она убедит коллег в Кабинете Министров, а насколько я понимаю, там тоже, как большинство, все-таки за эту поправку введения, то тогда где-то к концу года мы получим эту редакцию в бюджетном пакете, как сопровожающий документ. К сожалению, не вступит она в силу за 1 января следующего года, а середина года, так как технически не успеет подготовиться агент социального страхования. И тогда мы начнем поэтапно год за годом гасить эту несправедливость и возвращать, ну не возвращать и вводить эту доплату для пенсионеров, которые вышли на пенсию под 2012 год. Это сумасшедшая цифра, это 127 тысяч пенсионеров, из них по возрасту 20% получают меньше 200 евро, представляете, а если мы говорим по пенсиям по инвалидности, то это 22 тысячи пенсионеров-инвалидов, это 80%, которые не получают даже 200 евро. А какое доплате сейчас идет речь? Примерно 27. Но 27-30 евро это будет для каждого пенсионера. Это для тех, кто вышел на пенсию после 2012 года, и это за стаж до 1990 года зависит из-за стажа. То есть, если вы работали достаточно усердно в эти годы, то это будет больше, а если будет меньше, то... А сам институт пенсии, он вообще не вымирает? Ну, то есть, мы сейчас платим хорошо, за нас платить уже будет, скорее всего, некому, потому что население стареет и уезжает. То есть, я, например, очень скептически отношусь вообще, то есть, сколько накопил, столько и будешь тратить. Ну, да, сейчас работает принцип солидарности, то есть, наши налоги, которые мы платим социальные, да, или взносы социального страхования, они сейчас как раз идут на погашение тех взятых обязательств государственным перед пенсионерами сегодняшним. В будущем есть три источника пенсии, которые, возможно, поддержат нас. Это, опять же, солидарность, которые будут платить налоги работающие в тот момент. Второй, пенсионный уровень, который мы сейчас создаем своими взносами. Ну, и третий, есть возможность сегодня в частных пенсионных фондах сделать какие-то взносы для того, чтобы в будущем поддержать. А вы как делаете? Ну, я обязательно первый, второй уровень, да, это, никуда не денешься от этого. Третий пенсионный уровень, и я не участник, ну, как бы, не добрался к этому финансовой составляющей, насколько это будет выгодно. Но, в любом случае, я скажу честно, что если к нам сегодня не приедет, примерно, 300 тысяч работающих, которые будут реально платить налоги, то будет проблема с пенсионным в будущем. Сегодня проблем нет, я сразу успокую всех радиослушателей, получателей, сегодня мы платим много больше, чем тратим, у нас порядка 800 миллионов сегодня профицит, это неплохие цифры, это первый раз в истории Латвии у нас довольно хороший профицит, то есть, в любом случае, сегодня система позволяет даже увеличивать какие-то пенсии, я считаю, что можно даже увеличивать намного активнее, я вообще бы тратил бы ежегодно дополнительно на всевозможные новые виды доплат к пенсии около порядка 50 миллионов, для того, чтобы поддержать действующим пенсионер, и это бы, скорее всего, немножко стабилизировало систему, но сегодня есть такая очень нехорошая практика у государства, очень нехорошая, когда проблемы государственного бюджета гасятся за счет социального бюджета, то есть, если у нас профицит социального порядка миллиарда, ну, округлим, то в государственном бюджете дырка бюджетная в полтора миллиарда, и вот этот миллиард технически занимается у пенсионеров без процентов, это, конечно, ужасно. А почему у нас не снять, например, пожизненную пенсию экс-президентом, пусть работать идут, но они же такие деньги тратятся огромные, их много, они живут, и живут они достаточно хорошо, тратят они много, а тут 127 тысяч получают меньше 200 евро. я с вами согласен, что возможно... Как нерациональные траты какие-то, ты там 4 года поработал, и 20 лет ничего не делаешь. Я согласен, но они получают пенсию из госбюджета, не социального бюджета, то есть не за счет пенсионеров. Это было политическое решение, это было как социальные гарантии для президентов, для того, чтобы они чувствовали меньше политического давления. Я согласен, и парламент существенно сократил социальные гарантии для президентов. Напомню, что Вейвенис первый, который идет без квартиры, и это уже как бы порядка полумиллиона экономии. Напомню, что предыдущие квартиры экс-президентам обходились на круглые суммы, так как они требовали и ремонта, и мебели, и все остальное. То есть в любом случае, да, мы уже пошли по пути сокращения социальных гарантий. То есть вот можно сказать полумиллиона и 10 миллионов, ну в принципе уже такие сопоставимые суммы, это то, что потребуется для того, чтобы... Ну да, но мы как бы как государство приобретало, например, квартиры не в собственность президента, то есть это как бы переоборудовались квартиры, которые находились в государственной собственности. Напомню, что агентство недвижимости, государственное агентство очень большое и у них очень много... Но какие квартиры? Ну да, да, да. Нет, 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 нет. В каком районе? Вы обратили внимание, что полуисторического центра все-таки еще принадлежит государству. Как раз сейчас все съезжают, большие организации, министерства за пределы центра, и поэтому есть пустующее помещение и сегодня, например, мне кажется, даже есть программа реализации по-быстрому и для того, чтобы они не сидели балансом, так как они очень дорогие в обслуживании. Мы говорим о том, что у большого количества людей пенсии просто мизерные. Вот как на это выжить и как на это прожить для меня большая загадка, но при этом пенсионеры не могут работать, да, то есть, ну, либо-либо. Нет. Или сейчас нет? Есть право работать пенсионерами. Что у нас в пенсии происходит? 100% получать, нет сегодня ограничений, кроме тех персон, которые вышли на досрока на пенсию. У них есть ограничения 80% однозначной пенсии, без права работы. Но это, если пенсионник решил выйти на пенсию на два года раньше, старая норма, которая была в переходный период, но благодаря нашей поправке она была сохранена. это хорошая социальная помощь для тех людей, которые не могут найти на рынке труда себе рабочее место. Но, если честно, то пенсионер сегодня очень востребован на рынке труда, так как это люди опытные, это люди не только с багажом знаний, но еще и с большой ответственностью подходят к работе. И сегодня как раз проблема больше молодежи, которые трудоустроят, а не пенсионеров. у пенсионеров есть ужасная проблема, это состояние здоровья. То есть у нас все-таки очень низкий уровень поддержки пенсионеров в профилактических заболеваниях, поэтому если они работают только по состоянию здоровья, а не потому, что они хотят отдыхать. То есть в этом смысле пенсионеры это очень большая поддержка и частного бизнеса, и государственного сектора. Даже у нас в парламенте очень много людей работают, находящие на пенсии, хотя у нас более-менее зарплаты и так далее. То есть их опыт, их знания, они сегодня востребованы на рынке. А вот у меня были какие-то аргументы против вот этого законопроекта, чем обосновывали? Просто банально нет денег и все. Нет, ни в коем случае. Нет, я же как бы прекрасно понимаю, как законопроект проходит, поэтому перед тем, как поднять его на уровень все-таки комиссии и плячу в зал по пленарным заседания, я поговорил с министром финансов, то есть в каком мы коридоре сегодня можем работать. Он сказал, что если поправка стоит до 10 миллионов в год, то мы можем с этой поправкой двигаться. То есть, естественно, эти кулуарные разговоры не только идут о каких-то параллельных темах, на которых все в городе слухи запускают, но и они являются прежде всего и договоренностями для того, чтобы законопроект имел какое-то материально-техническое оснащение в будущем. Мы узнали, что материально-технический готовый агент социального страхования, то есть необходимо полгода. И мы узнали, что пол-10 миллионов для бюджета не будет социального, большая проблема, хотя здесь доплаты идут с государственного бюджета, но они будут не быть проблемой для того, чтобы они выплачивались. Поэтому в данном случае здесь неграмотность, неумение работать молодых коллег. Мы поменялись, у нас две трети в парламенте новые депутаты. Они пришли со своими шаблонами, они пришли со своими какими-то стереотипами, и эти стереотипы очень тяжело ломать. То есть в любом случае они пришли не доверять, они пришли как бы ломать. И мы видим в других комиссиях происходит так же самое, когда нет взаимопонимания на уровне просто боязни, например, оппозиции и так далее. То есть мы работали в будущем парламенте уже под конец созыва с полным доверием к коллегам по оппозиции, так они прекрасно понимают все остальные коллеги за столом, что мы действуем в интересах страны, и мы заинтересованы повысить благосостояние жителей, а не только просто навредить. А эти пришли к таким мыслям, вот в обратильном вся эта риторика, которая идет от новых консерваторов, партия Борданса, это просто плохо и все, потому что они идут как будто бы не от тех элементов. То есть они профессионально еще не могут оценить такой момент, опыта, законотворчество, они не могут профессионально оценить, так как у меня в комиссии нету профессиональных социальщиков. То есть предыдущий САЗЭФ он более-менее касался социальных служб, агент социального страхования и других общественных организаций, как Андрей Берзинич, который работал в Ронде в детском. То есть в любом случае люди касались. Все же пришли, люди совершенно из других отраслей, и пока они въедут в сложную систему пенсионную, придет время. Я посчитал, за 8 месяцев мы не создали ни один продукт социально ориентированный, который помог бы людям. То есть, вопричать 8 месяцев депутаты этой коалиции не способны создать какой-то продукт, закон, который мог бы получиться в ситуацию. Единственный проект прошел, который от нашей подачи пошел, так как мы все-таки работали на проблему, это повысить пособие для детей с тяжелой инвалидностью. Мы бы там подняли на 100 евро пособие, до 313 евро, и то это было было взято больше на голос, на крик, на эмоцию, очень помогли общественные организации, и поэтому с середины этого года увеличилось пособие. То есть, они планировали поднять на 10 евро, но вследствие давления подняли на 100. Это было единственное хорошее дело, которое сотворила социальная комиссия за эти 8 месяцев нового созыва. И да, к сожалению, даже мой проект не проходит просто из-за глупости, из-за какой-то недальновидности, из-за ревности какой-то политической. Но новым коллегам необходимо адаптироваться, и, к сожалению, они очень сложно проходят режим адаптации. Вы видите их деструктивные действия сегодня в кабинете министров и так далее. То есть, не всегда старые кадры это плохо. Все-таки профессионализм нельзя получить в рамках выборов всенародных. А вот говоря про ревность, насколько вот авторство проекта, ну, не обидно ли отдавать его, и насколько вот, что значит вот это авторство проекта и вот эти... Понимаете, дело в том, что мы живем в отчетно-выборные периоды все-таки. Знаете, если мне избиратель через три года на следующий выбор спорте что-то сделал, да, я не смогу сто процентов сказать, что это мое авторство, так как я не покажу свою подпись по этим законопроектам. Но я привык к тому, что предложения оппозиции, они очень редко проходят под настоящим авторством. И чаще всего мы передаем их в комиссии, и они будут под редакцией комиссии или министерств, как в данном случае. Дело в том, что калитационные всевозможные документы, которые подписываются, и соглашения, они запрещают напрямую поддерживать оппозицию. И с предыдущим руководителем партии социальной комиссии, Айя Барчик, который сейчас является лидером Федерации Пенсионеров, мы четко разрабатывали схему, как мы это делаем. То есть, вначале сдается радикальное предложение, максимальное, потом комиссии, министерство, естественно, финансы блокирует все предложения в социальном сегменте, потому что они очень дорогие, и мы, посередине на компромиссии выходим на хорошую редакцию. То есть, это была четко разработанная схема для того, чтобы получить какие-то определенные послабления в социальном сегменте. То есть, как переговорщик опытный сначала требует большее, чтобы оставлять. для этого оппозиция разрабатывает очень такие радикальные высокие требования. Например, знаменитая уже сейчас пособие по потере супруга, она проходила в парламенте, по-моему, 5 или 6 лет. То есть, она была как идея реализована сначала в виде двух пособий, потом они были в рамках переговоров с нашей стороны выставлялись как одна из приоритетных тем для того, чтобы год выплачивать все-таки это пособие по потере супруга в размере 50%. И да, это была очень такая сложная шахматная комбинация с данной резиденцией отзыва, которая была министром финансов в тот момент, и мы ее получили в конце концов. Хотя, по большому счету, если бы мы это слили бы на поролом, бы никогда в жизни этого не засчитали бы метом или согласию в заслугу. Поэтому, в данном случае, мы готовы конструктивно работать, отдавать идеи, потому что сегодня мы не можем выйти и сказать, что это наше, и это пройдет. Потому что, еще раз, это политическая ревность, это политическая конъюнктура, отсутствие новых идей у коллег и так далее. То есть, мы должны в этом случае помогать. Поэтому, в данном случае, я ни в коем случае не буду ревновать, если министр, в кабинет министров получит эту поправку. И мне намного важнее, что почти каждый пятый пенсионер получит эти деньги, а кто надо, тут услышать, как говорится. Поэтому, здесь, эта вещь, принципиально, была важна для меня с 2012 года. Потому что, не зря мы ходили в конституционный суд. Я хотела спросить по поводу повышения минимальных зарплат, да, и предложение Каренща повышать все-таки необлагаемый налогом минимум доходов. Что, на ваш взгляд, разумнее в контексте, ЛАД? Естественно, намного важнее это не облагаемый минимум. То есть, повышение минимальной заработной платы, это такая очень хитрая штучка, которая заставляет частных предпринимателей не скрывать свои зарплатные платы в конвертах. Но в связи с тем, что не каждый регион сегодня, не каждый бизнес готов всем платить минимально, это нанесет довольно большой ущерб особенно малому предпринимателям. А если мы хотим заботиться о благосостоянии населения, то мы 100% должны повышать необлагаемый налоговый минимум. Это то, что остается у людей на руках. И не залезаем в карман бизнесмена. Сегодня в Латвии в бизнесу и так сложно, так как у нас самый высокий налог на рабочую силу, у нас самые высокие налоги и всевозможные прибавки к электричеству, у нас продукт создается очень дорого в Балтийском регионе. И поэтому в данном случае, если государство хочет реально помочь людям, которые работают за минимальную зарплату, то есть тут должен быть шаг сделать, что прежде не облагаемый минимум для всех работающих, плюс доплату за ежедневенцев. Всевозможные доплаты за то, что у тебя в семье дети и так далее должны быть через необлагаемый минимум. То есть здесь вариантов нет. и в данном случае здесь опять же популизм и неграмотность людей. Минимальная зарплата, она прежде всего помогает налогам. Прекрасно понимаете, чем больше мы бизнес сжимаем наверх по зарплатам, тем больше они платят налогов. Тем самым здесь такая очень некорректная позиция со стороны консерваторов, которые по большому счету хотят, может быть, что-то хорошее сделать, а не понимают, что людей это не коснется. Как вы думаете, какое решение будет принято в итоге? А у нас, знаете, такой интересный комитет министров сегодня, они все откладывают. Мы с коллегой говорили, что они настолько откладывали, что решили первый раз в истории Латвийской республики сделать за 30 лет все опуск летом. То есть у нас комитет министров работает в режиме каждую неделю заседания. То есть в любом случае, если какому-то министру необходимо отдохнуть с семьей, то он пишет заявление и тихо-спокойно пропадает на недельку, на две. И премьер может уехать. Они взаимозаменяемые. То есть доклады можно не делать по культуре, а сделать больше акцента на экономику. И две недельки на этом продержаться. Первый раз они настолько, понимаете, неуверенны в себе и им легче ничего не делать, чем встречаться вместе и дискутировать по этому поводу. Поэтому я считаю, что сегодня самый, ну такой, знаете, вот... Нерешительный. Ну да, такой, знаете, стеснительный, нерешительный. Потому что первый раз в истории премьер сегодня с поддержкой 8 мандатов в парламенте. Ну это же очень смешно. У него ни одно политическое решение невозможно протянуть через парламент, так у него 8 депутатов меньше 10%. И он такой, знаете, он такой, будет лапочка, хочет со всеми хорошо и по-хорошему. Что он говорит, хотите выпуск, давайте разойдемся. И разбежались. Все премьеры предыдущие очень критиковали это решение и считают его в данной экономической ситуации, когда у нас очень много отложенных вопросов, в том числе экономических, нельзя было делать. У нас прекращается финансирование европейских денег в этом году. То есть у нас необходимо создать продукты. И сегодня, после года работы в парламенте, когда необходимо загружать его работой, это очень такая роскошь, недопустимая. Это возможно только где-нибудь в Люксембурге, когда они могут уходить в отпуск. В данном случае я считаю, что кабинет министров очень такой нерешительный, сложный. Это все, что они откладывают. Блажите внимание, у них предыдущий бюджет был технический. Но мы это не виноваты, это Кучинский написал. Потом у них сейчас оказывается все сложные вопросы откладываются на 21 год. Вот ваш вопрос очень правильный по поводу минимальных зарплат. Я не предлагаю минимум. А давайте в 21-м решении. То есть они не понимают, что люди живут сегодня, им необходимы сегодня какие-то вещи. Они все откладывают, а потом. Это самое ужасное. А потом там что-то поменяется и пусть другие решают. А потом забудут. Они даже не могут сказать этим консерваторам что-то глупость. Весь бизнес от малого до большого, то есть все общественные организации, которые консолидируют мнение бизнеса, сказали, что повышение заработных плат для них сегодня это смерти подобное. Региональщики, которые работают кое-как ковыряются по региону, они тоже сказали, что это тяжело. И правильное решение было. Если вы хотите помочь людям, помогайте за счет не нас бизнеса, который так или выкарабкается, а за счет собственных налогов. То есть повышать не блага и минимум. Нормальное решение. Мне это не говорят. А потом тогда решим. Я говорю, что это очень нерешительное. Коммент-министр, который по большому счету он даже не стагнирующий, он так еще и... Рефлексирующий. Рефлексирующий, да, который вроде бы и есть и вроде бы нет. Он пропал на месте. Никто даже не заметил. А вот этот месяц можно ли вообще по Ватсапу руководить страной? То есть собирая какие-то конференции через скайп? По чатикам. Я думаю, что нет. Ну, чиновники работают. И парламент работает. И какие-то вещи. И бюджетная комиссия. Так как сегодня идет активная работа над бюджетом будущего года, нам необходимо его к сентябрю уже подготовить. Нельзя будет так уже затягивать, как в предыдущем, до апреля почти. То есть я считаю, что сегодня кабинет министра должен был работать в довольно жестком режиме для того, чтобы бюджет был бы как бы прогрессирующий и в положительной динамике. Так как все-таки мы должны допустить, что все-таки финансирование европейское может пропасть. Сегодня мы видим ремонтироваться дороги, мы видим, что ремонтируются фасады, здания и так далее. В городе мы это все видим. Но это за счет, опять же, софинансирования европейского. И что мы будем делать, если оно пропадет? А почему это откладывается на последний момент? Мы что, изначально не знали, что оно пропадет? А вы знаете, до сих пор дискуссии порвали. А или это вот на тему потом решили, да? Да, потом, да. Так как все прекрасно понимают, что Европа в любом случае должна поддерживать собственную экономику. Поэтому они придумывают что-нибудь новое и европейское софинансирование появится и после 2020 года. Ну, давайте возьмем пример с поездами, которые мы покупаем за 275 миллионов. Ну, это же как бы рабочие, мы создаем, приобретая эти вагоны, это Шкода-вагонки, поезда, мы даем возможность европейцам поработать. То есть, мы взяли у европейцев деньги и им передали для того, чтобы они создали эти поезда. То есть, по большому счету, это как бы сообщающие состойки. Мы, получив деньги от Евросоюза, потратили опять же на оплату рабочих рук в Чехии для того, чтобы создали эти поезда. Если нам не дадут эти денег, то мы не закажем эти поезда. И будет сумасшедший простой тех же самых чешских строителей вагонов и поездов. То есть, в данном случае Европа сама заинтересована менее развитым странам Евросоюза датировать деньгами для того, чтобы те приобретали у них товары и народного потребления и опять же большие заказы государственные на всевозможные такие, как покупка поездов или создание поезда Аэрбалтику. Но при этом мы буквально недавно обсуждали тему, когда мы хотим строить концертный зал очень большой, акустический на Андре Сале, скорее всего. Это дискуссия. Это дискуссия ради дискуссии. Нам Европа дает условно 20%, а нам нужно найти 80%. Давайте мы найдем 80%. Вы очень грамотно заметили, что есть европейский проект, который выгоден для экономики Латвии. И есть те, которые как бы символически просто участвуют, но они их так не поддерживают финансово. То есть, если мы касаемся приобретения... Почему мы на все бросаемся? Нет, нет. Я думаю, что концертным залом не будет так легко принять решение, потому что денег в бюджете нет. А что касается поездами, то здесь очень большая доля европейского софинансирования, поэтому здесь будет приобретено и наконец-то модернизировано. То есть, сколько мы все-таки ездим по бывшему Советскому Союзу, у нас, мне кажется, сам отсталый поезда. Современные поезда. Там расстояние больше. Ну да, они ездят уже на новых испанцах, испанские поезда, по-моему, у них Кавбол, да, но в любом случае они как-то мотаются уже более качественно, чем мы. Мы до сих пор ездим на старых электричках, которые создавались еще... Вместе с Пугачевой. В предыдущем веке, как говорится, да. То есть, в данном случае модернизация не только выгодна для пассажиров, но и для экологии, для инфраструктуры и так далее. То есть, в данном случае, если европейцы в этом поучаствуют, то это будет хорошо. Но они, опять же, со своими деньгами создали занятость у себя на территории. Так как в любом случае этот поезд создает, мне кажется, весь Северсоюз, так как составляющие вещи, комплектующие делаются на других заводах. То, что мы в Чехии. А вот еще вопрос по поводу отпуска Сейма. То есть, решение о том, что вы уйдете в отпуск на месяц почти. Это когда было принято? Нет, этот кабинет министра ушел. Это кабинет министра. Парламент работает в нормальном режиме. Я уже истинно. Страна под контролем. Мы сейчас работаем в таком дежурном режиме. То есть, и я знаю, что у коллеги по бюджетной комиссии, по-моему, завтра заседают, в понедельник было заседание и в следственной комиссии. То есть, в любом случае, я коллег на работе вижу. Я как дежурный по президиуму, я как... Дежурный? Вы с такой повязкой ходите? Да, да, да. То есть, я занимаюсь сейчас, у меня коллега в командировке, работа проходит, нет, что все пропали. Вчера я видел представителей бюджетной комиссии, комиссии по образованию и так далее. То есть, в любом случае, нет такого, что все пропали. Но активные деятельности, которые мы говорим, что в динамичном режиме для того, чтобы каждый не принимал решение на благо народа, к сожалению, сейчас не происходит. Но отпускаешься, отпускаешься. Я думаю, что некоторые коллеги используют. Но вот 300 тысяч, мы говорили все время, что денег нет в стране, но 300 тысяч евро будет выделено для чиновников на обучение у рядового человека какую-то негативную реакцию. Боже мой, а почему должны их учить? И почему именно французскому? Ну, вот как будто бы нам в госканцелярии объяснили, что да, французский язык в язык дипломатии, но не слишком ли дорого получается? Потому что даже если тысяча чиновников, получается 300, ну, или по мне, решила про 300 человек. То есть, это по тысяче на каждого выделяется. Я считаю, что дорого. И я думаю, что если вкладывать деньги, то вкладывать, например, специалистов IT-технологий в инженеров, в строителей, у нас сумасшедший дефицит этих работников. Мы видим и по качеству проектов, мы видим и по качеству реализированных строительных проектов, что необходимо как раз в точной науке. Если государство пытается поднять интеллектуальный уровень чиновников, то необходимо как раз в точных науках. Может быть, стоит поднимать интеллектуальный уровень чиновников, которые уже достигли какого-то интеллектуального уровня? Нет, я думаю, что, скорее всего, идет о курсах повышения квалификации. Я ни в коем случае не против повышения квалификации. И мы, как крупнейший работатель, мы должны улучшать качество своих работников. Мы сами заинтересованы в этом. Но французский язык, это я очень так критически отношусь к этому, так как все-таки у нас есть профессиональные переводчики, у нас есть профессиональные люди, которые работают с документацией на французском языке. Поэтому спокойно можно обойтись и работая в этом режиме. Напомню, что рабочий язык все-таки в Евросоюзе является английским. И если есть более такие сложные тексты или сложные задания, то работают профессиональные переводчики. Простому чиновнику, конечно, приятно общаться на французском языке с коллегой, но как бы это дипломатический жест. Действительно, французы очень озабочены сохранением своего языка, и мы прекрасно знаем, что даже на международных аренах они разговаривают только на французском, хоть знают и английском, для того, чтобы поддержать значимость. И это все-таки они хотят остаться империей. Но Франция могла бы оплатить, в принципе. Это же им важно, Да, да. Это сохранение идентичности. В данном случае, я еще раз говорю, что у нас сумасшедшая проблема с IT-технологиями, и в парламенте, я знаю, и в комиссии министров, в других министерствах у нас не хватает этичников. Я бы, конечно, эти деньги предложил бы на обучение и повышение квалификации этих людей, и притом ограничил бы их трудовым договором, чтобы они не могли уйти, например, в приватный сектор. То есть, да, эти деньги необходимы, потому что мы видим, что и по Э-здоровью, да, были большие проблемы, так как люди, работающие в госсекторе, не понимали задач. Мы прекрасно видим и в других, в Э-услугах, например, только что были и в виде проблемы и так далее. То есть, мы должны сегодня констатироваться на этих специалистах. И если есть деньги на образование, то должны вкладывать чиновников, как раз, которые занимаются нашим, и кибербезопасностью и так далее. Вот как отражается на деятельность фракции согласия в Сейме? Ну, вот последние события в Рижской Думе, вот, ну, как это? Ну, сложно, больно, обидно, конечно, так как, понимаете, мы несем сейчас ответственность в парламентские депутаты за те нарушения, которые констатированы в Рижской Думе. Естественно, это отражается и на имидже, и на коммуникации с собирателями. Мы сейчас все стали такими плохими. Ну, я надеюсь, что самоочищение пройдет. Действительно, когда ты являешься крупнейшей политической силой, то в твоих рядах есть и предатели, и провокаторы, и прилипало, как назвали вчера. Естественно, очень много людей пришли туда без идеологии, а для того, чтобы получить побыстрее власть, побыстрее реализоваться как личности и так далее. То есть, в данном случае... А так он бы сейчас был. Мы говорим о тех людях, которые, как бы, в большом счете, не выполнили свои обещания перед избирательными, покинули ряды согласия в Рижской Думе. То есть, как бы там ни было, то если меньшинство покидает, а большинство осталось, то есть проблема в меньшинстве в данном случае. То есть, это тот, кого нельзя называть, да? Мы не знаем. Нет, я не знаю. Понимаете, много чести, как говорится, с ними сейчас вступать в дискуссию, так как они, когда пришли, если они настолько не согласны с решением партии, пускай они пишут заявление и уходят и складывают мандаты, отдают следующим, которые были в списке. То есть, у них были... Понимаете, есть такая интересная ситуация, что... Я начал передачу, что каждый депутат ничего соответственно перед своим избирателем полособрав плюсики-минусики, но в любом случае, если радикально твои взгляды расходятся с партией, то ты должен придать ответственность и выйти из нее. Так как у нас, например, в парламенте депутатов, которые покидают фракции, там у нас очень много сейчас людей, которые ушли из одной национального объединения, из... какая меньше партии, то есть, они остаются без материально-технической базы, то есть, у них нет ни транспорта, у них нету ни консультантов, у них нет ни сектори, у них нету возможности участвовать в некоторых заседаниях. Это, как бы, ответ парламента через свои, через карты Баструлис, то, что если ты что-то откалываешься, ты находишься в какой-то зоне неприкасаемых. А в Думе как-то получилось так, что те, кто откалывается, они создают свои фракции, получают все самые те же блага, что и большие списки, которые выиграли выборы, и тем самым еще влияешь на политические процессы, то есть, влияешь как, что твои волосы это решили. Да, я не хотел говорить об этом, ну да, влияешь на политические процессы. И сегодня от решения этих людей зависит, будет выбор, не будет перевыбор. Мы готовы перевыбором, ничего страшного не произойдет, но опять же, это потраченные ресурсы. Я только что сказал, что вхождение в выборные органы людей без опыта, без знаний, они дают какой-то процесс адаптации, который по большому счету отражается на людях. Вот я прохожу сейчас с коллегами этот процесс, у меня 8 месяцев маленького застоя, так люди непрофессиональные. То же самое будет и в Думе. Если мы сейчас их пересберем, процесс перевыборов, то получится, что они дорабатывают уже этот свой цикл политический, то есть 2 года. По большому счету, мы их пересберем, через 2 года опять-то выбирать. То есть, вы можете это за ресурсы потраченные. По-моему, выборы стоят больше миллионов общей сложности для бюджета. То есть, я не вижу никакой необходимости их сейчас проводить. Но если они загонят сами себя на дерево, как говорится, то без сожаления парламент примет решение о распуске, введении от администратора и последствия новых выборов. То есть, в данном случае, если ты настолько принципиально против партии, то, пожалуйста, партийный билет, мандат и давай в параллельных организациях создавай все, что хочешь и в статусный выбор. У нас, на самом деле, разрываются телефонные линии. Может быть, мы все время, все время просто настолько был. Да, здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Ваш вопрос. Алло. Все. Чего ты человек звонил? Звонил. Передумали. Да, передумал. Наверное, ответили на все вопросы. А как выборы в Европарламент? То есть, вот тоже сказались на работе партии. То есть, это ведь какой-то тоже момент, когда должна пройти проверку. Я напомню, очень было серьезное давление со стороны масс-медиа и избирателей, и коллег, когда они сказали, что Сасканев закончилась, рейтинги начали падать, но выборы в Европарламенте показал, что все-таки избиратель, он оценивает не ту политическую риторику, не тот мусор, который появляется в масс-медиа, в том числе и заказные вещи. Против финансов он оценивает как раз конкретного человека. То есть, количество плюсиков и количество мандатов, которые мы получили, он выше, чем были в предыдущий год. Напомню, что мы получили два мандата, давно такого не было, при том, что еще и партнеры по политическому спектру Татьяна Зиновна тоже получила мандат. Поэтому в данном случае я больше бы волновался за тех коллег, которые проиграли выборы, те же самые консерваторы, которые хорошо вошли в парламент, но не взяли ни один мандат. И, мне кажется, истерия тоже связана с тем, что они теряют свой элитерат, своего избирателя. И, конечно, Кайминж, полный провал, полная фиаско, которая крупнейшая фракция была у него в парламенте, сейчас, наверное, меньше стало много людей, у него депутатов, но тоже не получили даже и одного мандата. Да, это показывает то, что сегодня избиратель очень четко отслеживает не только то, что вы обещаете, там три раза по 500, но и то, что делается. Поэтому в данном, опять возвращаясь к теме пенсионного закона, я говорю, что люди оценят, если получат в ближайшее время доплату, то они все-таки вспомнят, кто это об этом говорил, для чего это начиналось все, а не для того, кто обещал просто. Поэтому в данном случае я очень жестко критикую во всех форматах работу комиссии и как раз работу консервативной партии, так как они сегодня даже 10% из обещанного не сделали. То есть они вообще по большому счету ничего не сделали, то, что обещали. Хотя у них бы самая агрессивная компания как раз социального сегмента. То есть они обещали действительно реальные повышения пенсии и пособия и всего остального. То есть обещав, они не подготовили нормативную базу. То есть кроме идеи просто повысим, необходимо еще создать продукт, назовем закон, где четкие есть расчеты, аудитория, сроки, аннотация, бюджетные затраты, так далее. Вот это считается, этот продукт. Он долго создается, это не очень быстрое дело, но в любом случае никто из них не пришел с таким готовым продуктом. Идея, давайте сделаем меньше бедных, больше богатых, это в любом случае не продукт, который реализуется в парламенте. Да. Ну, вот еще раз все-таки попробуем. Здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос конкретный вот к человеку. Скажите, вот по поводу закупки новых этих поездов. А проект Сканстас, он что, замораживается, что ли? Он тоже нужен, по идее. Вот этот район развивать тоже было неплохо. Я совершенно согласен, что сегодня Рига должна транспортно развиваться инструктура намного активней, переход на общественный транспорт для города более выгоден, чем частный транспорт развивать, особенно в историческом центре. Да, к сожалению, деньги, которые Евросоюз обещал нам на развитие улицы Сканстас, привели на компенсацию при закупке электропоездов. электропоездов. То есть, Еврокомиссия разрешила делать перевод денег. Это как бы одно общее, общий кошелек транспортный, так называемый. Единственное, замораживается проект или не замораживается, сложно сказать, это к депутатам Думы, к министру. Я знаю, что не будут развиваться. Я знаю, что деньги перевели, то, как необходимо их реализовать на приобретение поездов и на ремонт на базу этих поездов. Ну, что же... В старый город будет платить? В Ригу будет платить? Ну, в центр? Я надеюсь, что нет. Ну, если мы говорим о развитии общественного транспорта, потому что не выгодно развивать частный транспорт, и все говорят о том, что да, и станут под парковкой невероятно дорогие. Я сторонник все-таки нерепрессивных методов. Он должен быть настолько привлекательным, приятен, что вы должны добровольно отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный транспорт. Это вообще реально? Реально, конечно, потому что мы же не уникальная столица, то есть во всех столице такая проблема и есть, но дело-то в том, что все решают как раз через эти... Понимаете, очень много людей выехали из Риги в пригород. Да, мы видим прирост населения в пригороде, поэтому мы должны этих пригородных товарищей, которые живут в пригороде, просить оставить машину на границе, то есть создав им условия и сексуру, и чтобы они пересели на общественные транспорты, доехали. Я вижу в пригороде некоторые странники, которые совершенно нелогично стоят около магазинов, они забиты почему-то. Думаю, неужели такая большая посещаемость магазина нет? Скорее всего, люди добираются до каких-то определенных точек, например, МОЛС, никто не будет скрывать, что около МОЛСа люди оставляют машину пересаживаться на общественные и едут, потому что как за МОЛС заезжаешь, моментально начинается дорогая парковка за 5 евро в час, поэтому, естественно, людям выгодно оставить ее там. Да, но муниципалитет должен заниматься этой проблемой, и чтобы не было проблемы и перекладывания ответственности на магазины, должны создавать такие буферные зоны для того, чтобы люди оставляли красиво могли добраться и распространение должно быть тоже синхронизировано тем самым час пик, когда люди въезжают в город. Ну, на самом деле, вот нам показывают, что, к сожалению, время заканчивается в нашем общении. Депутат Сейма, от Согласия, Андрей Клементьев сегодня был у нас в студии. Спасибо большое.